мир вам благодарю господа за каждого из вас хочу чтобы слово которое будет сказано достигло до каждого сердца каждый из вас больше чем дорог в очах бога цена ваша велика в москве девяносто шестом году я проповедовал в одном месте и у меня в руке был была ручка ручка стоила 13 тысяч это по тем деньгам два с половиной доллара дешевая ручка была и я взял эту ручку людей говорю посмотрите вот видите эту ручку вот смотрите на эту ручку эта ручка стоит 13 тысяч я купил в таком-то магазине а вот в этой руке вот в этой руке 13 тысяч денег эти деньги стоят этой ручке а эта ручка стоит этих денег теперь вы есть эта ручка а вот эти деньги это кровь иисуса христа вот эта ручка стоит 13 тысяч значит эту ручку это вы вы стоите крови иисуса христа иисус христос дал свою кровь значит его кровь стоит в ваши души цена ваша души и я спросил ваша цена такая они сказали 13 тысяч это посмотрел говорю друзья ваша цена кровь isus христа ваша цена кровь иисуса христа не я это придумал не кто-то это придумал ваша цена кровь иисуса христа итак вы есть цена крови сына б уже иисуса христа response христа Рядом с тобой кто сидит, кто впереди, кто сзади, кто здесь. Это цена крови Иисуса Христа. Так будем обращаться друг к другу. Это очень важно. Первое послание Коринфянам, третья глава. Читаю с 10 стиха. «Я, по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание, и другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на нем кто из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каков оно есть». Из нас любой человек – строитель. Мы не замечаем, что как мы трудимся над нами. Мы трудимся над нашей душой. Мы имеем наше мышление. Никто, ни пастор, ни проповедник, ни апостол, пророк, евангелист, хоть кто, никто не может достигнуть до нашего мышления, если мы это не допустим. Мы позволяем, чтобы проповедь влияла на нас. Мы настолько свободны перед Богом, что мы позволяем словом войти в наше сердце или не позволяем. Давайте вспомним один негативный образ из Писания. Это пятая глава Диана Апостолов. Помните, апостол Петр сказал «Анания, ты почему допустил сатане вложить в сердце твою мысль?» Сколько миллионов мыслей к нам подходит каждый день? Миллионов мыслей! Порой мы делаем стирку, вдруг ощущаем себя где-то в Америке, в небесах. Не знаю, где находимся мы мысленно. Мы сидим во время проповеди, вдруг приходим в себя, что мы там делаем стирку, что-то там делаем. Мы, когда работаем где-то, вдруг ударяем на наш палец молотком, потому что о чем-то другом подумали. Или вдруг случайно мы о чем-то другом думаем, а держим руль машины, вдруг не туда едем, и что-то случается. Мысли очень важны. Сатана приводит мысли, и от нас зависит, принять эти мысли или нет. Бог дал нам власть. Каждому из нас, каждому здесь сидящему Бог дал определенную власть. Вы власть имеющие. Когда люди видят людей в погонах, они смущаются. Если даже эти погоны, они маленькие. Допустим, рядовые, или там лейтенант, или капитан, или полковник, генерал, чем больше. Когда люди видят в погонах кого-то, они смущаются. Потому что видят власть имеющего. Я спрашиваю тебя, когда ты смотришь в зеркало, кого ты видишь? Ты когда-нибудь видел, что ты смотришь на власть имеющего? На себя. Ты думаешь, что только здесь стоящий имеет власть? Это не так. Только одно быть сыном, дочерью Бога живого, это могущественная власть. Для чего все это создано? Без тебя. Как может церковь без тебя существовать? Вот ты думаешь, я никому не нужен, или я никому не нужна. Как может церковь без тебя существовать? Не может. Потому что церковь состоит из таких, как ты. И ты имеешь власть от Бога. Дать место или не давать место? Так же и Богу. Бог тоже приходит к тебе. Бог тоже говорит с тобою. И от тебя зависит, принять это или не принять. И так ты строитель. Ты строишь. Ты строишь твой дом, твой храм. Это от тебя зависит, как ты строишь. До сего момента. Сколько лет ты ходишь перед Богом? Что ты делал до сих пор? Посмотри назад. Озирайся назад, не бойся. Не бойся. И помни весь путь твой, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет цель, чтобы смирить тебя. Чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Простите. Неужели Бог не знал, что в сердце моем? Почему Он испытывает меня? Бог знал, знает и будет знать. Но Он испытывает для того, чтобы ты узнал, что в сердце твоем. Ты должен знать, что внутри тебя. Если ты это не узнаешь, ты никогда не поймешь, как поступать. Если тебе не откроется твое естество, твой грех, если тебе не откроется твоя слабость, если тебе не откроется, ты не сможешь это строить, Кто строить, врачевать, исправить, не сможешь, исключается. Кто строит на этом основании из золота? Серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома. Каждый из нас думает, что строить из золота. Любой из нас. Это нормально. Это нормально так думать. Но так ли это? Не важно, чтобы ты знал, что вот у брата дело не так идет. Это не твое дело. Ты смотри, твое дело как идет. Вот какой стройматериал у тебя? Какой стройматериал у тебя? Это важно. И для того, чтобы ты, ты сам узнал, какой стройматериал у тебя, Бог допускает огонь в твоей жизни. Огонь приходит. Ты думаешь, ой, горе мне? Нет, ты блажен. Если огонь подходит к тебе и к твоему строению, это уже блаженство. Бог любит тебя. Огонь приходит, чтобы испытать. Не погубить, испытать. Однажды Бог меня спросил, ты боишься меня, как от огня поедающего? Я сказал, да. Бог сказал, не бойся меня, как от огня поедающего. Я огонь поедающий для твоих грехов, но для тебя я любящий отец. Итак, ты строитель. Отныне, я прошу тебя, всегда смотри на себя, как строителя. Ты строишь, помните, храм Соломонов, когда строился, каждый камень, эти камни обточивались, обточивались в другом месте. Потом приводились эти камни и ставились на место. Бог обтачивает тебя в другом месте. Никто не замечает, как Божие эти сло прикасаются к тебе. Никто не замечает. Говорят, этот брат упал, эта сестра упала, это с этим человеком случилось то-то, а с другим человеком другое. это не ваше дело. Бог знает, как с ним работать. Он есть Божий слуга. Написано, кто ты, что судишь Божьего слугу, перед своим Господом стоит или упадет, Бог силен его восставить, а ты кто такой? И когда ты это разумеешь, когда ты это начинаешь понимать, вот это могущество приходит к тебе. Итак, ты строишь. Были три дерева. Одно дерево имел мечтания в своей жизни. Дерево мечтал, чтобы быть прекрасным сосудом в царском дворе, и чтобы царь всегда проходя имел дело с этим сосудом. Но почему-то вот это дерево срубили, и из этого дерева сделали хлев. Вы знаете, что такое хлев? Там, где для животных корм ложат внутри, где животных держат коров, других таких животных. И так сделали хлев. И начали ложить сюда корм, и привязывали к этому то быков, то коров, то ослов, и там воняло. Мечта не исполнилась. Почему-то дерево мечтало именно стать в царском дворе, а вдруг случилось вот так. И так годы продолжались и продолжались эти годы, но хлев так и остался хлевом, и ничего не изменилось. В твоей жизни апостол Павел в послании римлянам говорит так, не мечтайте о себе. Не мечтайте о себе. О чем можно мечтать? Вот я мечтаю быть апостолом, это хорошо. А я мечтаю быть пророком, это прекрасно. Я мечтаю быть евангелистом, это чудесно. Мечтаю быть пастором, прекрасно, действуйте. Мечтаю быть учителем, хорошо, правильно делаешь. Я хочу быть епископом, да, написано, доброе дело, нет проблем. Диаконом, хорошо, иди делай. Я хочу делать то, хочешь мечтать? Хорошо, мечтаешь. И вдруг Бог начинает трудиться в твоей жизни, как дерево, и ты становишься кем-то другим, совершенно другим братом или сестрой. И где-то невзрачно, в каком-то месте, тебя никто не замечает. Никто не замечает, когда ты подметаешь вот эти полы. Никто не замечает. Никто не замечает, когда ты моешь, а потом ты замечаешь, что брат нечаянно или сестра нечаянно, но заметив это или не заметив, гнездные обуви вот так ходят, и тот, который моет, тот ценит, а который не моет, как бы не ценит, пока сам не начинает мыть. И твое дело не видно. Тебе не видно. Я учился в богословии в Москве. Момент, когда я закончил, должен был выходить оттуда, у меня в кармане был рубль. Вот тогда, когда сто долларов стоили пятьсот тысяч. Рубль. А теперь посчитайте, кому нужен этот рубль. Я эту рубль взял, положил на стол в моей комнате и сказал, Авраам вышел из Ура Халдейского, не зная, куда идет. Бог направлял его. Ты выходишь из колледжа. Посмотрим, есть ли вера у тебя. Я не буду вникать на некоторые моменты. Я поступил там работать доярем в коровнике. Я два месяца работал там. Однажды, когда меня научили доить коров, и я доил коров аппаратом, я подошел к одной корове и сказал подъем, корова встала. Но тот человек, который имеет дело с животным, здесь может быть, есть люди, которые имеют дело с животным, хотя и сельская местность, но может быть и люди, которые не имеют дела. я офицер, я живу на четвертом этаже, я никогда не знал животного, я первый раз в своей жизни, но я там уже знал один звук, такой неприятный звук, шлеп, шлеп, вот такой звук, корова свой хвост бросила туда в ямочку, где моча и навоз коровы, и хвост коровы полностью было вот в этой жидкости, и когда я пришел, стал на корпус штаба аппарат ставить, а корова вот так хвостом и как ударил меня в эту сторону, и у меня вот отсюда вот потекла моча и навоз жидкий, было больно и обидно, было больно и обидно, я закончил университет, я так хотел за 60 докторскую, и нет возможности жить, я хочу кушать, просто кушать, я занимался переводом английской Библии на русский язык, и вот моча и навоз, и когда корова вот так, мне так хотелось корове ударить, так захотелось, и вдруг нежный голос, нежный голос меня сказал, а я родился в такой атмосфере, я я понял, что я ничто, я понял, что я не понимаю Библию, хотя знаю наизусть, а хуже этого, я не понимаю Бога, а так мне казалось, что я кто-то, так казалось, и вот однажды, когда этот хлев думал, каким я был деревом в лесу, другие деревья завидовали меня, а вот я сделался хлевом вот в этом моче, в этой моче, в навозе, вот в таком положении, однажды в этот хлев положили царя царей и Господа, Господ Иисуса Христа, который родился, и для которого не было места на земле, и взяли его и положили в хлеву, это дерево не мог мечтать, что однажды Бог воплотится и будет лежать там. А ты, когда подминаешь пол, ты, когда идешь домой, когда твои трудности никто не может понять, ты хоть понимаешь, что в этой воне, в которой ты воняешь, в этой трудности, в которой ты находишься, в этом хлеву, сам Господь Христос живет внутри тебя. Ты так дорог в его очах. Он не стесняется тебя, а ты почему себя стесняешься? Ты почему имеешь право о себе думать низко, когда он так высоко думает о тебе? Как ты можешь думать о братья и сестре высоко, если ты о себе думаешь низко? сама оценка низкая. Не оценивай себя. Пусть Бог оценивает тебя. Не давай себе никакой оценки. Я в одном месте, и в одном месте. Я хотел, наверное, лже, наверное, лже крутость показать. Не знаю, но это было искренне. Я сказал, что вы, что вы, я червновозный. Майор милиции меня сказал, ты слишком высокого мнения о себе. Я сказал, не понял. Червновозный? Я слишком высокого мнения о себе. И в чем же вот эта высота? Он говорит, червновозный это уже оценка. Ты почему думаешь о себе так? Может Бог тебе и эту оценку не дает? Я сказал, ты истину говоришь. И перестал себя оценивать. Перестал оценивать. Не позитивно, не негативно. Тогда начал немного понимать апостола Павла. Он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. хотя я за собой ничего не знаю, но этим не оправдываюсь. Судя же мне Бог. Он понимал, что он чужой слуга. И он не имеет права не только других судить, но и себя самого не судить. Поэтому в другом месте он говорит, я и сам себя не сужу. Почему? Потому что он чужой слуга. вот это дерево ему казалось, что вот если я буду в царском дворе, какой-нибудь вот такой, чтобы царь, проходя вот так, замещали бы меня, видели, оказывается, вот как видит Бог, что Бог всегда замечает тебя. И что одно дерево было? И это дерево тоже имел мечтание. Это дерево хотел, чтобы быть престолом для Бога. Престол, на котором может прийти царь, садиться и никаких проблем. Мечтал. У нас здесь мечтание. Но мы должны реально жить сегодняшним днем. Вот сегодня, если ты хочешь правильно жить, если завтрашний день у тебя ты хочешь, чтобы был застрахован, если ты сегодня неправильный шаг делаешь, завтра у тебя не застраховано. Приходит мысляк, молись, ты говоришь сейчас, вдруг замечаешь, что ты не молишься, ты где-то работаешь. Почему оставляешь это? Ты когда работаешь, когда-нибудь звал Иисуса Христа, чтобы участвовал Христос в твоей работе, ты когда кушаешь, когда-нибудь говоришь, Иисус, давай вместе покушаем. ты когда-нибудь внутри себя и Иисуса омывал ноги, внутри себя ноги, общайся и обращайся к себе, как к Иисусу Христу. Тогда ты научишься общаться и обращаться к другим, как к Иисусу Христу. Если вы так не будете обращаться, ничему не достигнете. Это дерево срубили и из этого дерева сделали лодку. Рыбаки там матерились, стояли, плевали, плохие мысли, нету клева, нету рыбы, как мы будем семьи свои содержать, нету рыбы, всю ночь ловим рыбу, нету рыбы, ах это лодка, как ты мне надоела, то то делась, то смазась, то то, то здесь скрипишь, что за лодка, почему вот так, моя жизнь плоха. И лодка думала, боже мой, я так мечтал быть престолом, я так мечтал быть престолом, чтобы царь сидел на этом престоле, а я вот здесь. И кому это нужно? Кому это нужно? В Москве я жил в доме одного ученого, его зовут Владимир Сергей Симонов, он ученый-селекционер, он занимается селекцией, не было там пищи, кушать мне, я должен был работать, и он пригласил меня в институт селекции, я там привил 40 деревьев, и 1500 цветов, рукой опилял. Это за 5 дней он свидетельствовал, что все 40 деревьев привелись, и все они срослись. Ну, удивительно то, что я там писал работу, я там труды писал, я хотел защищать докторскую на счет двух книг. Первое, книга Левит, это третья книга Моисеева, и второе, книга евреям, это предпоследняя книга в нашей Библии, в русском переводе, в армянском не так, я не знаю, как в осетинском, в английском тоже не так. Итак, Бог подошел ко мне, знаете, когда вы делаете что-то, Бог не запрещает, Он не запрещает, но имеет очень интересный подход, Он подошел ко мне и говорит, что ты делаешь? Я доволен от тебя. Ты-то доволен от тебя, а Бог доволен от тебя? Я довольный от тебя, сказал, Господи, я пишу докторскую, Господи, я хочу писать книгу о тебе. Бог мне сказал, книгу, которую ты хочешь писать, эта книга уже написана, эту книгу зовут Библия. мне было очень стыдно, я все это закрыл, убрал и вообще забыл об этом, забыл. Бог мне сказал то, что я дал тебе, возьми просто, просто возьми и дай людям, и они поймут тебя. Что за доктор, кому это нужно? Ты все мечтаешь? И так срубили вот это дерево и сделали лодку, лодку, но лодка в своей жизни не мечтала, не мечтала, что однажды придет прекрасный проповедник, войдет в эту лодку, он будет стоять в этой лодке и будет проповедовать оттуда слово Царствия и его будут звать Иисус Христос. Слава Ему, ты сегодня вот эта лодка, сколько волн в твоей жизни, сколько волн приходит, чтобы каждый раз утопить тебя. Нету масла, нету работы, нету денег, ребенку нужна обувь, в школе тропы приводят деньги, везде все проблемы, проблемы, и не знаешь как решать, вот не знаешь как решать, волна за волной, волна за волной, не знаешь что делать, с одной стороны долги, долги, Боже мой, зачем я пришел на планету земля, не бойся лодка Бога, в тебе стоит сам Христос, эти волны не топом, не потопят твою лодку, не потопят, не потопят, уверяю тебя, только обращай внимание на того, кто стоит в этой лодке, люди, которые наги в этой лодке, как Петр, даже наги люди, они прикрывают себя сразу, быстро, люди, которые были немножко дерзкие, они на колене становятся перед этим Господом, который там, отойди от меня, Господи, я человек грешный, но Иисус пришел к тебе говорить о грехе не потому, что отталкивать, но чтобы наоборот приблизить, это тот, который не гнушается твоего греха, это тот, который не гнушается тебя, это тот, который понимает, что когда ты был в хриву, от тебя воняло, да, но когда я брал молоко и шел к моим сестрам и братьям, которые в университете со мной были тогда, эти, мое поколение ушло, но еще другое поколение, которое там было, знали меня, и я молоко для них на силу, и я убедился в одном, когда ты заходишь в коровник, если даже с коровами не имеешь дело, когда ты выходишь оттуда, от тебя воняет, я молоко когда носил туда, они хватали это молоко, чтобы пить, но когда они чувствовали запах от меня, они быстро уходили в сторону, я два раза в день купался, но все равно этот запах оставался не на меня, а на одежде, Бог хочет показать твою красоту, внутри тебя есть нечто для людей, что ты проходишь вот эти трудности, эти трудности и есть то, что Бог Еремея говорит, если ты измечешь драгоценное изничтоженного, вот эта вонь изничтожная, вот эти твои трудности изничтожные, а драгоценное, что ты приобретаешь через это, и Бог познается через тебя, и помни, отныне, я прошу тебя, дорогая душа, брат мой, сестра моя, я прошу, прошу и моляю, во имя Иисуса, отныне помни, что в твоей лодке стоит Христос, что твоя лодка неподопляемая, это не титаник, это не лодка гордости, наоборот, это лодка воли Бога, воля Божия исполняется через руку твою, и как написано о Христе через Исаия, там написано так, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, и так ты строитель, ты строишь, еще одно дерево было, и это дерево мечтало, как и другие два дерева, оно мечтало, что будет величественным столом у царя, и на этом столе будет трапеза, всякое пища, всякое питье, будет все прекрасно, однако это дерево срубили, и сделали толстые это самое, бревна, и бросили в сторону, и они оставались, 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 однажды на земле случилось нечто, и взяли вот эти бревна, соединили вместе, и на этих бревнах повесили величайшего из великих Иисуса Христа, «Кто ты? Ты крест Господень или нет?» Написано, «Если я буду хвалиться, то буду хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня сей мир распят, и я распят для мира сего». Ты крест Господень, на котором Христос, на котором Христос, ты цена крови Иисуса Христа, ни один лукавр, ни один демон, ни одна сатана, ни один царь, ни один деспот, ни одна сила, не может похытить тебя из рук Бога. Ты цена крови Иисуса Христа, помни. Если твои мечтания человеческие не избылись, но сегодня в твоей жизни то, что ты не программировал это в твоей жизни, помни, исполняется воля Бога в твоей жизни, и Бог прославляется через это. Бог прославляется. Уверяю тебя, если ты что-то делаешь, это делаешь благодаря Господа, ты это делаешь для Бога. Все время я думал, что мне делать для Бога, что мне делать. В Ставрополе немножко далеко есть поселок городского типа, называется Шпаковка. Я туда ходил на собрание, там пастор брата Сетин, Геной зовут, и там было хлебопреломление, я с удовольствием участвовал в этом, и брат сидел там, я его ноги мил. Вижу, он дергается, он дергается. И он мне говорит, ладно, достаточно, брат. Я говорю, я потом, когда он пригласил себя домой, я там был, я говорю, что ты все время говорил, достаточно, 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 ты думаешь, что я твои ноги мил, что ли? Я мил ноги Иисуса Христа. Он говорит, нет, брат, ты просто ломал мои пальцы, мне было больно, поэтому говорю так. Уверяю тебя, ты воплошенный Христос. Через твои глаза смотрит Христос, через твои уши слушает Христос, через твое сердце чувствует Христос. Этому обучает Библия, ибо в вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Ибо кто познал ум Господен, чтобы дать Ему совет, а мы имеем ум Христов. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Крутость ваша да будет всем известна. Господь близко, так говорит Писание, и мир Божий соблюдет сердца ваши и помешления ваши во Христе Иисусе. Бог дает вам мир через Христа именно в том положении, в котором вы находитесь. И я думаю, Господи, я в разных положениях бываю, где я могу для Тебя что-то делать. Я кушаю для себя, я сплю для себя, я спортом занимаюсь для себя, я проповедь читаю для себя. Почему? Потому что служить Богу это счастье. Это счастье. Здесь, вот сейчас я здесь стою, перед вами, это счастье. Это благодать. Никто не хвались. Это милость Бога. А то, что вы здесь сидите, это благодать. Цените этот момент, эти секунды цените. Я говорил, Господи Боже, ну что же мне делать для Тебя? Я все, что делаю, делаю для меня. Я что делаю для Тебя? Однажды я прочитал в послании римлянам эти слова. Кто кушает, для Господа кушает, ибо благодарит. Кто не кушает, для Господа не кушает, и благодарит. когда Дух Святой открыл мне эту тайну, что если ты что-то делаешь с благодарностью, ты это делаешь для Бога. Все, что вы делаете, благодаря Богу, вы делаете для Него, не для себя. Все, что вы делаете без благодарения, это вы делаете для себя. делаешь стирку с благодарением. Для кого стираешь? Для мужа? Для сына? Для дочери? Для себя? Делай для Христа. Колешь дрова? Для кого колешь? А, греть семью. Для кого колешь? Для кого? Делай для Христа. Если благодаришь, если благодаришь, если с благодарностью сидишь, слушаешь, здесь, для кого слушаешь? Для кого? Для Господа? благодаришь, для Господа слушаешь. Все, что ты делаешь с благодарностью для Господа, ты это делаешь. Итак, ты строитель. Ты строишь из золота, сена, солома, драгоценных камней, дерева, серебра. Из чего ты строишь? Из чего ты строишь? Твое дело обнаружится. И когда обнаружится твое дело, не бойся. Не думай ничего. Делись с братом старше. Иди, делись. Он для этого есть. Беспокой. Номчу днем. Беспокой его. Не давайте покоя вашим братьям. Не давайте. Не давайте им покоя. Звоните. Идите. Ходите. Стучите. Брат, я думаю, так. Брат, вот так. Брат, для этого есть. Делитесь. Друг с другом. И помните, это слова ради Господа. Я благодарю вас, что вы послушали это слово. Бог хотел, чтобы это слово вам передалось. Давайте помолимся. Могучие, сильные, славные. Мы приходим перед тобой именем Господа нашего и Иисуса Христа. Мы благодарим тебя, Господи Божие, что порой наши фантазии и наши мечтания не исполняются, Господи Божие. Но ты с нами работаешь и трудишься, Господи. И когда даже наше дело из сена, из солома или из деревьев, оно горит, ты все равно радуешься. Потому что у нас есть дело. И это дело ты приводишь, чтобы это стало драгоценным камнем. Это стало серебром. Это стало золотом. Спасибо тебе, что ты так трудишься в нас и через нас. Благослови. Благослови народ твой. Благослови удел твой, Господи Божий. Слава тебе за них, за каждого из них. Слава тебе. Они есть цена крови и сына Божия Иисуса Христа. Благодарность тебе. И пускай имя твое прославляется именем Иисуса Христа. За все благодарим великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам. Продолжение следует...